Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Кордобовская выиграла свидание с Ваней Барзиковым. Эта новость сильно огорчила его девушку Алису. Ваня пишет, «Сегодня Алиса выиграла свидание и завтра она проведет день со мной. Из-за этого Алиса очень рассослилась и рассталась со мной, но я думаю, что она это взболтнула на эмоциях». Марина Мексико номинирована на роль служанки. Девушка пишет, «Так получилось. Если кто не знает, те девушки, которые становятся служанками, теряют шанс построить отношения с одним из парней и право получить главный приз – миллион рублей». Вчера на острове любви был день красок. Парни измазали почти всех девчонок красками. Карина Багдасар рассказывает, «Всех вымазали мальчишки, а я успела спрятаться, я самая чистенькая». Появилась любопытная информация про Риту Керн. Девушке 26 лет и у нее 5 пластических операций. В первый раз Рита увеличила себе грудь в подарок мужчине. Теперь у нее восьмой размер. Ради шоу Рита пожертвовала своими отношениями, и она рассталась с мужчиной прямо перед тем, как лететь на остров. Федя Стрелков сообщил своим подписчикам, что знакомство с родителями Кристины Лисковец прошло замечательно. «Съездили в Минск, познакомился с родителями моей любимой, все было супер. Кри, малышка, я люблю тебя». Оля Жемчугова в своем блоге защищает мужа, услуги которого она рекламирует на своей страничке. «Я же не заставляю вас заказывать на мероприятия своего мужа. Просто пишу контактный телефон для информации. Вы не видели его в деле, но уже уверен на орете, что он плохой ведущий. Он очень хороший ведущий, он к делу относится ответственно». Ни один человек, у которого он проводил мероприятие, еще не жаловался. Элли Сухановой поклонницы подарили маленького белого песика. «Мои куколки сделали мне этот белый подарок. Теперь я мамочка белой принцессы». Имя для животного Эллы еще не придумала. Ольга Бузова с мужем еще находится в Риме. Она наслаждается видами любимого города. «Рим, моя любовь», пишет Оля. «Мы обязаны погулять тут еще». Как вы помните, Настя Волынец предложила Богдану Бобрику уйти с проекта, чтобы он нашел работу и собрал затем Настю с ее дочкой. Но Бобрик не хочет покидать проект, он пишет. «Мы останемся на проекте и будем показывать бесконфликтные, чистые, красивые отношения. А так как необходимость заработка никуда не деть, то мы попробуем работать дистанционно». Бывшая девушка Ильи Короткова утверждает, что парень с ней даже не попрощался перед тем, как уехал на проект. Многие считают, что его бывшая чем-то похожа на Аню Малько. А бывшая девушка Вани Барзикова Маргарита Куксенко опровергла слухи от ведущей Дома-2 новости Кати Стариковой. Уже в который раз официальные новости оказываются выдуманными. «Мне, конечно, приятно, что каждую неделю я появляюсь в обзоре на ТНТ», пишет Маргарита. «Но на остров любви я не собираюсь. У меня и вне проекта все складывается хорошо». Саша Гозиас никогда не скрывала, что любит погулять в ночных клубах. Также она не скрывает своей любви к горячительным напиткам. Это свежее фото Гозиас, на нем она попыталась казаться в кадре сексуальной и привлекательной. Но сразу всем понятно, что девушка изрядно навеселее. Фанаты проекта, которые увидели этот снимок, не скрывают своего отвращения при виде сильно пьяной девушки. В сети появились слухи о том, что бывшая участница Дома-2 Либерж Кпадону встречается с бывшим участником Джозефом Монгале. Джозеф долгое время был просто другом для Либерж. И вот уже три месяца они с Джозефом строят отношения. О совместном проживании пока речи не идет, потому что после неудачного брака Либерж очень боится серьезных отношений. Многие уверены, что именно Джозеф станет подходящим мужчиной для Либерж на всю оставшуюся жизнь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.